Диетическая кола Это взаимосвязь между употреблением искусственных подсластителей и увеличением веса, что означает, что люди, к примеру, употребляющие наибольшее количество диетической газировки, набирают больше веса, и самое распространенное объяснение этим довольно странным данным – так называемая обратная обусловленность. Не люди толстеют, употребляя диетическую колу, просто они пьют ее, пытаясь похудеть. Но есть как минимум три других, менее простых, альтернативных объяснений. Первое называется избыточной компенсацией ожидаемого уменьшения количества калорий. Если незаметно подменить чью-то обычную газировку на диетическую без их ведома, количество употребляемых ими калорий падает. Это понятно, ведь в их организм попадает теперь гораздо меньше сахара. Но когда ты говоришь им, что сделал, люди, осознанно употребляющие заменители сахара, вдруг начинают поглощать больше калорий. Почему? Потому что они думают, я пью диетическую газировку, значит, я могу съесть два пуска торта. В данном исследовании они давали людям на завтрак хлопки с искусственным посластителем, но только половине группы было сказано, что это так. И, как видите, когда дело доходило до обеда, те, кто знали о замене сахара на аспартам, ели значительно больше, чем оставшиеся в неведении. Переведено и озвучено специально для сайта nfrussia.ru. Перевод – Святослав Макаров. Монтаж – Оля Клад. Редактор – Наталья Резник. Закадровый голос – Юрий Андреев. Ставьте лайки, подписывайтесь и добавляйте видео себе. Удачи!